Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение». Мы уже почти в эфире. 11 часов 6 минут, да, вот вы сказали эту фамилию, уже произнесли. Татьяна Троянская в студии. У нас сегодня в особом мнении Дмитрий Губин, журналист, телеведущий. Доброе утро, снежное. У нас уже зима, хотя еще пока ноябрь. И вы же между двумя городами курсируете. Расскажите, в Москве лучше или в Питере? Где лучше? В 7.40 в Москве усиливался дождь. Это была именно дождь. А в Петербурге дождя не было. Там дождик брызжал по бордюрам, а здесь снег по поребрикам. Вчера на самом деле был очень смешной анекдот. Если Бог существует, то он показывает, что Якунина хоть и доставной. В общем, был человек такого православного, конечно, ума. Дело в том, что вчера не сцеплялись у меня два сапсана. Поезд, который выходит в 1940, последний состав Москва-Питер, Питер-Москва, это сдвоенный поезд. И поскольку из Питера пришел состав весь во льду, сцепка не работала. Пассажиров начали пускать за 5 минут или за 4 минуты до отправления. Естественно, проверить 64-78, сколько там билетов в один вагон, было невозможно. И всех пускали без билетов. То есть можно было проехать? Да нет, это показывает, что проверять билеты, паспорта, это дурь Якунинская. Это дурь, чуть было не сказал, но да, вы поняли, чья. Это дурь, которая существует только в России. На самом деле Россия это дикая такая смесь, абсолютно православной, вот такой вот кондовой, злобной, никому не доверяющей, требующей бумажку на все дури с передовыми технологиями. Вот в такой стране мы живем. А как проверять нужно билеты? Вообще никак. Первые тикетлесс появились в Италии. Ты садишься в поезд, в который ты купил билет. У тебя лежит белая бумажка на твоем сидении. Белая бумажка маркирует те сидения, на которые билеты уже проданы. И все. А те, кто не успел купить билеты, они садятся на свободные или стоят. Вот так вот это решается. Никто, нигде, никогда у тебя билетов не проедет. Во Франции. Но Франция, в смысле интернета, отсталая, конечно, бесконечная страна. Зачем проверять-то? Ты купил. Если есть у кого-то... А есть и зайцы. Ну, значит, пусть пройдет контролер потом. Слушайте, а что дешевле платить зарплату своре проводников-контролеров? Проводники – это российская вещь из Советского Союза, доставшаяся. Нигде в мире контролеров, этих самых проводников нет. Нет ни на ТЖВ, нет ни на Евростаре. Нету. Кто же чай с утра или кофе предложит? Там бар есть, так же, как и в Сапсане. Это нужно идти, а тут принесут сюда, нет? Нет. Зачем? У вас что, деньги лишние все это оплачивать? И вот на самом деле, походу показалось, что вот вся эта проверка по паспортам... Знаете, что теперь уже на автобусы нужно международние паспорта предъявлять? А безопасность? Безопасность – это российская дурь. Все разговоры о безопасности – это способ отжать деньжат на то, чтобы на каждой станции метро стояли рамки, анализаторы, сканеры и так далее. Кто-то круто отжал из бюджета. Вот и все. Любые разговоры в России, российская идея, величие страны – это способ отжать. Ничего другого нет. И как дурачки, значит, эти 145 миллионов идиотов, один миллион грамотных людей, которые отжимают, они образуют вот такой вот коинсайзмент юнин, соразмерный союз, который называется только не советский, а Российская Федерация. Все. Ну, вы отвлеклись как-то в РЖД имени Якунина. Давайте про... Нет, просто нужно отменять все эти вещи. Нужно переделывать, слушайте, когда там вот это, в России, православие, бога нет, если бы он был, он бы убил того человека, который создал сайт РЖД. Потому что сколько можно вводить каждый раз, хотя ты регистрируешься по своим парам. Осторожнее, вы можете оскорбить кого-то. Меня чувства православных абсолютно не волнуют. В ответ я им позволяю сколько угодно оскорблять мои атеистические чувства. Потому что само наличие восстановленных за счет государства церквей, само наличие выселенных из бывших церковных зданий, школ и музеев, оскорбляет мои атеистические чувства. Вообще каждый раз, когда я посмотрю на этих вон с иконами поклонских всяких няшек, я понимаю, что мои атеистические чувства глубоко оскорблены. Но это не значит, что я запрещаю няше поклонской избираться в Госдуму, носить иконку царя и так далее. Да даже как вы могли бы ей запретить? Они же нам запрещают. Нет, пожалуйста, пусть они все таскают. Сейчас он, между прочим, собирается в памятники Распутина. Слышали, очередное православное воинство собирается устанавливать Гришке Распутину памятники по всей территории нашей страны. Бесконечная совершенно архаика. А заканчивая сайтом РЖД, это сайт, где каждый раз нужно вводить 22, два параметра, включая дату рождения. И существует анекдот про главного IT-специалиста РЖД. Почему он каждый раз вписывается в штаны? Да потому что каждый раз, когда ему хочется в туалет, он выбегает из комнаты, у него не успевает прорисоваться коридор. Вот я поздравляю людей в обмоченных штанах в российских железных дорогах, которые не могут сделать элементарную вещь, когда ты покупаешь электронный билет, чтобы тебе на электронную почту просто-напросто приходил там шпек или PDF-файл. Они даже это не могут сделать. Ну, может быть, они сейчас услышат вас, и что-то произойдет. Ду-ра-ки. Не открывайте. Набитые, стоеросовые. Цель вашего существования – доказать, что рашка-говняшка, как нам завещал повторять Великий Мединский, ду-ра-чьё. Российская железнодорожная ду-ра-чьё. Это особое мнение, особое мнение Дмитрия. Какое-то особое мнение. Любой человек, кто на сайте РЖД хоть раз покупал билет, с ним абсолютно согласен. Дмитрий, помните в снежную зиму 2008 или 2009 года, я не помню, когда губернатором еще была Валентина Ивановна Матвиенко, и когда сосули... Когда она задавала всем вопросы сосули. Да, 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 сосули, и снега было очень-очень много. Кстати, похожая ситуация и сейчас. Вы тогда позволили себе некое высказывание в отношении Валентины Ивановны Матвиенко. За что... Вы хотите, чтобы меня выгнали еще из цеха Москвы? Меня выгнают отсюда. Нет, цеха Москвы вас не выгнает, не переживайте. В России великий Путин, в России великая духовность, в России великое православие. Только оказывается, человек, который достаточно резко провел сравнительный анализ Валентина Ивановна Матвиенко с деятельностью некого Адольфа Шиккальгрубера, его разрушительные способности по отношению к городу Ленинграду и Валентина Ивановна по отношению к городу Петербурга, насколько я помню, это занималось подсчетом, что творилось в две блокадные зимы при Матвиенке. Это вторую зиму, когда задавила снегоуборщицам блокадницу кардиолога, мать Льва Яковлевича Лурия. Но, хорошо, вышло на меня известие ФМ, хотя я до сих пор не уверен, что это была Матвиенко, в том, что есть такой Владимир Рудольевич Соловьев, значит, человек, способный, очень способный, как многие коллеги считают, способный на все. Я знаю, что он про меня там говорил на редколлегиях. То есть, может, это не имеет отношения? Правда ведь говорил? Или скажи, пожалуйста, или мне там Курохтинов свидетеля призывать? Доброжелательный, на редкость такой человек, потрясающий совершенно ведущий, повторяю, человек недюжинных способностей. Поэтому мне нет уверенности, что по звонку из Кремля. Но вот каким образом человек, который сказал на одном радиоканале, одно можно затем выкинуть из абсолютно аполитичных программ, пусть у меня Олег Борисович Добродев, великий православный человек. Олег Борисович, вы же велели меня вырезать из готового монтажа моя программа «Большая семья» с Димой Харатьяном? Было или не было? Вели ли вы АТВ, которое тряслось за свои деньги с Малкиным во главе, вырезать просто меня, как Троцкого, со снимков с Лениным? Было или не было? Что там говорит Богородица по этому поводу? Как я люблю этих православных! Как они себе молят толбы в церкви! Но за пределами церкви почему-то они себя ведут, как те, с кем я сравнивал Матвиенко. Ну вот, кстати, о другом губернаторе, точнее о нашем, тоже православном губернаторе, о Болтарченко. Про него анекдоты ходят, тут последний дурной анекдот. Мне Болтарченко нравится, его не видно и не слышно. Вот я к нему с большой симпатией. То есть его православие вас не раздражает? Знаете, меня устраивает любой начальник, который до степени прозрачности сливается с петербургским фоном. Потому что вот эту сударню-барыню, разъезжающую на Мерседесе с мигалками, когда здесь снегом заваливала, я уже, слава богу, насмотрелся. Женщину, которая не знает элементарного, чтобы не было того, что она называла словом сосули, не понимая, что в данной форме оно пишется в два слова, а не в одно, она даже не понимала, что во всем мире эта проблема решена при помощи тепловых электрических шнуров, которые засовывают в досточные трубы. Сездила бы в Финляндию ножками, бы барыня вообще походила и узнала бы. При Полтавченко я сегодня ехал, я думал, что будет снежный совершенно завал, но я легко выехал со двора в центр, легко добрался на Петроградскую сторону. Вот то, что видел, не идет с Матвиенко ни в какое сравнение. Я вчера сошел с поезда в 23.40, и я спокойно, довольный, я шел полчаса по центру, везде не было вот этих вот блокадных тропинок, как при Матвиенко, когда отсутствовали тротуары, и люди попадали под колеса автомобилей. Когда была закрыта вся статистика, это я знаю достоверно, по переломам, вывихам и так далее. Это было запрещено совершенно ее выдавать. Никакого сравнения нет. Потом Полтавченко меня в этом смысле устраивает. Его не видно, я не знаю, чем занимается этот добрый человек. Другое дело, что меня все-таки как великодержавному петербургскому шовинисту несколько задевает, когда доверенные лица Путина, люди такие, вот знаете, есть такая большая группа, они по краю администрации президента. Они там бывают, это правда. У них там есть связи, их администрация использует. Они используют администрацию. И у них такая вот информация забавная. Вопрос, который мне говорят, слушай, ваш правда, вириги носит. Говорит, у него две пары вириг. Значит, Полтавченко две пары вириг. Во-первых, я не уверен, что они не перепутали. Может, у него термоволосиница есть, я не знаю. Во-вторых, я даю ответ, что две пары вириг, одна летняя, другая зимняя. Он как шина меняет у него шофера, вот он также на вириги разные переходит. Но про Полтавченко рассказывают анекдоты в Москве, повторяю, на краю администрации президента, как про человека, который, ну, совершенно православие головного мозга и все. То есть он истинно, искренне верит? Ну, совсем уже. То есть нужно убирать, потому что... Сразу монастырь. Значит, православный человек должен быть циничный. Вот он должен быть со свечкой на людях и может все конкретно отжать, когда они на людях. Вот Полтавченко, он перешел ту границу, когда люди понимают, что православие – это игра, созданная для идиотов. Я на их языке выражаюсь. То, что с моей-то точки зрения, я с большим уважением, это правда, я не придумываю ничего, будучи абсолютным атеистом, я очень уважаю церковь, если она выполняет очень важную функцию. Функция усмирения, функция переформатирования, функция такой безопасной канализации идиотов, злобных, агрессивных дураков. Ну, или там преступников, криминала. То есть, такой инструмент. Да. Потому что, если человек злобен, он пойдет секир башка с кистенем по первопутку, а тут ему батюшка с ним поговорил, он успокоился. И эта функция, поскольку 8% людей склонны к религиозному, к мистическому, точнее, восприятию действительности, эти 8% людей, им необходимо найти утешение, как 4% гомоскшуалов необходимо находить утешение в объятиях однополого партнера. Вот ни тех других нельзя притеснять, поэтому нельзя закрывать церкви, нельзя запрещать вести службу. Людям, которые противятся открытию церквей, например, церкви священного макаронного монстра, значит, им нужно давать по рукам, вплоть до уголовной ответственности. Вот людей, которые мешают баптистам, там, пятидесятникам, церкви святого Муна, им нужно давать по рукам. Человек имеет право идти в церковь, потому что она канализует отрицательную энергию в положительную. Когда церквей становится очень много, вот тут депутат Борис Вишневский получил ответ от Полтавченко по поводу строительства в микрорайоне Балтийская жемчужина, мемориалы и храмов погибших в рейсе над Синаем. И как-то там не хотят мемориал, я так понимаю, что все-таки за счет, наверное, Балтийской жемчужины. Ну, тут я... Ну, то есть, с бизнеса кишачок отжимают, понятно. Но тут сказали, что мемориала не будет, а храм будет. Значит, смотрите, нельзя запрещать людям верить, что тем более наказывается вера. Но когда вы строите храм во дворе, это вообще вопрос не храма, это вопрос стройки. Вот чем мы будем тут у вас на пустыре строить? Мы будем строить общественный сортир, или публичную церковь, или магазин, или скейтинг-ринг, или посадим парк. Это имеет отношение к the locals, к местным жителям. А они против? Если они против, извините, ребята, делайте это. Вы знаете, у нас местные жители были против Кадырова моста. Нет, одну секундочку. Одну секундочку. Что они против? Были против именования моста Кадырова. Однако... Ну, правильно, потому что мнение мне это там, нужно было сказать салам Кадырову, сделать какой-то респект, сказать уважуху, а местные, кто они такие? Заткнуться. Основания для такого решения есть, потому что местные затыкаются. Всегда затыкаются. И будут затыкаться, вплоть до великих событий, потрясений которые нас, к сожалению, с неизбежностью в будущем ждут. Вот тогда вспомнят, что они люди. Как вспомнили в 1991 году. Поэтому это общественное пространство, это не вопрос религии. Это вопрос, что должно быть в общественном пространстве. А то, что должно быть в общественном пространстве, должно решаться путем общественного договора, который имеет много форм. Это должно быть слушание, обсуждение, гражданские инициативы и так далее. Если люди не хотят мечеть иметь у себя под окнами, это не вопрос притеснения религии. Это вопрос того, что мула-идиот не сумел пройти по квартирам, сделать подарки, пригласить на Курбан-Байрам, пригласить в действующую мечеть и объяснить, что мы проведем экскурсию. То есть в этом смысле подкуп вполне себе приветствуется, да? Это не подкуп. Это день открытых дверей. Меня всегда раздражает в наших основных религиях, кроме евреев, по-моему, что они, иудеев, точнее, кроме того, что они не удосуживаются проводить дни открытых дверей. Вас не зазывают в церковь, как вас зазывают на дни Узбекистана в Москве. Приходите, съешьте наш плов. Вот вас не приглашают. Никто не говорит, придите с вашими детьми. Мы проведем экскурсию, мы вам покажем, как это устроено. Лучше всего, конечно, действуют протестанты. Но у них после того, как были прибиты знаменитые тезисы на воротах Веттенбергского храма, у них много чего в сознании изменилось. Это такой вообще весь капитализм западный на этике протестантизма построен. Поэтому у нас храм Святого Михаила, например, на Васильевском острове, отдал придомовое, прицерковное пространство всяким там кофейням и так далее. Креативное такое пространство. Где конституционный хипстер, который потом может зайти в церковь. Ну, возьмите, допустим, Симеоновскую церковь. Они устроили на улице Белинского гигантскую автостоянку. Там даже парка нет. Там, по-моему, вертолетная площадка, потому что круг выложен. Вот эта самая стоянка, она принадлежит... А что, она церковная? Туда попробуйте, войдите. Там все закрыто. То есть, я там парковалась нормально? Вот это пространство на Белинского нет? Нет, нет, все, что за воротами на Белинского, вы туда не можете въехать. А, за воротами, все понятно. Там несколько тысяч квадратных метров отдано под черные джипы батюшек. И там нет ни скамеечек посидеть беременным. Там нет рамп, чтобы покататься скейтером. Там нет вообще ничего. Это не для людей. Это отжали вообще, как другие отжимают кошачок. Это православные попы отжали у города территорию. И они даже не понимают, как гнусно и отвратительно они поступают. Они знают одно. Бога нет, поэтому все можно. Потому что ни разу еще Бог, к сожалению, огневую стрелу никого не впустил. А если он есть, то пусть меня накажут хотя бы диареи, за мои слова. Но не накажут он на моей стороне. Подождите, да. Во-первых, мы же не знаем... Будет ли у меня диареи? Нет, нет, нет. Мы не знаем, какие стрелы пронзают их. Может, это какие-то внутренние, более глубокие стрелы. Не обязательно же терпись на голову. Слушайте, вот это представление современной русской православной церкви, ее нынешним изводят, отжать, не пущать, запретить. Они все злобные. Они страшно злобные, необразованные и агрессивные люди. Что клир, что паства. Попробуйте, найдите хотя бы одного умного священника. Зайдите хоть в одну церковную лавку. Нет, я знаю нескольких умных. И я знаю. С высшим филологическим образованием. Вот один, например, священник с высшим образованием, с музыкальным образованием, по имени Владыка Илларион. Есть такой митрополит у нас, Волоколамский, бывший архиепископ Венский. Вот вы знаете, вот этот митрополит, этот Владыка сейчас пол Москвы тусовки обсуждает. Вот, не знаю, спросите там, но факт, что киношная тусовка обсуждает. Вы знаете, что он прочитал сценарий Матильды? И что он сказал? Он спросил, якобы спросил Алексей Учителя, а не хотите, а музыку напишу к вашему фильму? Хотел бы. Он же к Лунгену писал музыку. А может быть, если бы он написал музыку, тогда вот это... Нет, у меня вопрос. Владыка, о чем молчать? Вот сейчас идет наезд от имени православия. От имени злобного, агрессивного, тупого, мракобесного, с двумя извилинами в Москве. В Москве и в Москве. В Москве, да. Но православия. Владыка, у меня к вам вопрос. Первый. Вы читали сценарий. Владыка Иларион, который через одну букву Л. Мы же с вами звонком, вы же приходили ко мне на эфир, временно доступен, пока меня еще оттуда не выгнали. Помните, о чем вы меня попросили до эфира? Я сказал, что я хотел бы с вами обсудить вопрос из вашей биографии. Когда, будучи молодым священником, Владыка Иларион в Каунасе, вы обратились по литовскому телевидению к советским войскам, которые Горбачев вел в Вильнюс, с призывом «не стреляйте», даже если будет отдан такой приказ. И мне это хотелось обсудить, потому что, по большому счету, вы призывали публично к измене присяги и к тому, что люди могли пойти под трибунал. И вы помните, что вы мне ответили, Владыка? Мне сказали, Дмитрий, я вас очень прошу не обсуждать со мной эту тему. Правда? Было такое? Я, как дурак, на это повелся. Но больше Владыка не передаю. Владыка Иларион, у меня к вам вопрос. Вы читали сценарий фильма «Матильда»? Вы предлагали Алексею-учителю написать музыку к этому фильму? Ну и третий вопрос. Если вы читали и сочли этот сценарий приемлемым, и если вы предложили написать музыку, насколько я знаю, у Алексея-учителя был уже другой совершенно композитор, музыка была написана. Скажите, пожалуйста, почему вы не остановили весь этот православный шабаш вокруг фильма «Матильда»? У меня конкретный вопрос к иерарху русской православной церкви. Но я же как поэт, таков и ты поэт, тебе же нет ответа. Это известно со времен Пушкина. Я думаю, что Владыка Иларион в очередной раз промолчит. Они молчат всегда, когда речь не заходит о собственности. Ну, может быть, нужно спросить? Я задал вопрос Владыке Илариону, я хочу знать. Владыка Иларион, вот московская киношная тусовка, уверяет. Вот, к сожалению, мне не звонится до Алексея-учителя. Он там на монтаже занят телефон. Ну, вот скажите, пожалуйста, вы читали сценарий фильма «Матильда»? Вы сочли его хорошим сценарием, вы предложили написать музыку? В этом, по-моему, ничего нет. Вы же написали музыку к фильму Могина? Написали. Ваш там мораторий исполняется, духовная музыка. Это абсолютно не упрек. Меня просто одно интересует. Если вы читали и сочли это хорошим, то почему вы не останавливаете этот шаг? Ну, что он не читал. Просто ему история нравится и все. Без подробностей. Ну, хотя не знать эту историю, я думаю, что... Как папа подкладывал свою дочку-балерину под четырех великих князей одного не слишком великого императора? А это было, потому что папа продавал просто свою дочку на выносы распивочном. Ну, вот так вот не в прямую, но это было. Ну, что поделаешь, скажем, жену царя Александра Второго, Екатерину Долгорукую, ее, например, директриса Смольного собора подкладывала также под царя. Должен сказать, что на самом деле не подложила. Она хлопала глазами. И самое главное, хлопал глазами император. У них довольно долго продолжался платонический роман. Мы же можем про Александра Второго говорить, правда? Он у нас не канонизирован, как великомучник. Да, он не канонизирован. Кстати, какого хрена не канонизирован Александр Второй, как великомучник? Знаете, Тань, я вообще не понимаю принцип канонизации в РПЦ. Александр Второй у нас не великомучник. Поэтому ему можно было при живой жене, при живой императрице, с детьми этажом выше, жить в зимнем дворце, с Екатериной Долгоруковой. Более того, после смерти жены, не зажаясь конца траура, с ней венчаться. Там Лорис Меликов, кстати сказать, присутствовал при этом. Расписаться и просить Лорис Меликова подготовить документы на то, чтобы возвести Екатерину Долгорукову в статус императрицы. Лорис Меликов делал такие, изыскать его мужик. Почему он у нас не святой великомученик Александр Второй? Почему адмирал Федор Ушаков, профессия которого убивать, почему он вами произведен вообще в рамках святого? Я понимаю, что не с вами это началось, а что еще с времен Стоглавого собора, соответственно, 1549 года, когда были пакетом произведены в святые, Михаил Черниговский и Александр Невский. Напомню, что Михаил Черниговский был глупый князь, и он был настолько глуп, что когда он поехал в Орду, он отказался ползти на коленях между двух огней к ханскому шатру. В общем, не свидетельствует о его большом уме, и судя по тому, что пишет летпись, было невеликого ума. Но вот за то, что он принял мученическую смерть, его забили просто-напросто ногами, он переломали ребра, и он, видимо, от кровоизлияния в легкие умер. И это действительно мученическая смерть, хотя я не понимаю, какие тут основания для канонизации. А второй Александр Невский, который, как известно, громил шведов, и был агентом абсолютнейшим Орды. Он когда в Пскове и в Новгороде, куда не дошла Орда, он собирал с них дань в пользу Орды, а когда против ордынских численников подняли восстание, вот даже Мединский не будет против этого исторического факта, потому что мне хотелось, чтобы их переписывали, он велел отрезать уши и выкалывать глаза. Значит, вот объясните мне, почему я должен почитать, как святого менеджера высшего звена, который своим подчиненным отрезает уши и выкалывает глаза, и не нужно мне только ссылаться на какого-нибудь Георга, там английского, который был не меньшая сволочь. Во-первых, меня это не интересует, во-вторых, летописец с ужасом пишет на новгородской летписи первого извода о том, что такого на Руси не бываха. Потому что так удобно нашему Министерству культуры, в частности. Нет, одну секундочку, это, прошу прощения, канонизирует святы не Министерство культуры, канонизирует святы Русско-Православная Церковь. Первый – это собор, на который давил Иван Грозный, потому что ему было важно иметь такую фигуру, которая добряет его абсолютнейшее безобразие, свинство и, видимо, повреждение мозга. Вот ему нужен был Александр Невский. Потом он был подхвачен многими Петром и так далее, и так далее, и так далее. Но я просто не понимаю, почему я к статусу святости должен сколько-нибудь всерьез относиться. Хотя, повторяю, к церкви я отношусь всерьез. К тому, что люди склонны к мистицизму, 80% я отношусь абсолютно всерьез. И я считаю, что это безобразие переламывать их через колено. Но я считаю, что это точно такое же безобразие, этим 8% давать волю, когда начинают нас ломать через колено и нам командовать, где должна быть школа и так далее. Сейчас сделаем паузу, потом вернемся. Мы продолжаем. У нас в программе «Особое мнение» Дмитрий Губин, журналист, телеведущий. Дмитрий, вы относитесь к тем, кто читает «С любовью». Для с теми, кто вышел строить иметь сплошной лихорадки будет. Отечество славлю, которое есть, но трижды в котором есть Губин. Ура, ура, ура. Давайте про Америку. О-о-о. Вот, да, вот, кстати. А мы про ледовый ген не договорили. Кто-то пишет в Фейсбуке. Мы про православие не договорили. Мы все договорили. Православие – это тема бесконечная. Не, слушайте, можно только за вопрос. Слушайте, вот из тех тонких людей, которые тоже бывают православными. Вот смотрите, вот последняя приличная книжка, приличная православная дискуссия шла век назад. Кстати, по поводу Эрса, скорее Эрса, а не Танатоса, между Розановым и Бердяевым. Так. Вот скажите, что за последние 25 лет невиданного православного подъема, какой текст сопоставимый с текстом Бердяева, который, как известно, писал, что Бог – это истинный бисексуал, подлинный андрогин, я абсолютно точно, совершенно цитирую, который говорил, что вся любовь противоестественна, и в чем-то та любовь, против которой борется Милонов, она более естественна, чем естественная любовь. А Розанов там вообще предлагал новобрачных отправлять в притвор церкви, проводить первую ночь. Вот скажите, вот хоть что-нибудь за 25 лет православного ренессанса из текста такого уровня вышла из-под пера верующих православных. Я затрудняюсь ответить. А если нет, может быть, отсветится, то это бупатки русской православной церкви, а вовсе не ренессанс. Все, переходим к Трампу. Переходим к Трампу. Так вот, вы относитесь к тем, которые с удовольствием читают, размышляют на эту тему? Я? Или к тем, кто говорит в составе? Я про Трампа ни строчки не написал. Ну вот, то есть вас вообще питьет. Я с ним должен был встретиться в 98-м году. Жалеете, что не встретились? Он не приехал в Россию. Ну, так жалеете, что не пообщались бы с президентом? А теперь нет, потому что я тогда не представлялся, насколько чудовищен вкус Трампа. В отношении чего, женщин? В отношении женщин, кстати, неплохой вкус. Хороший. Я вот за судьбу Поклонской немножко, конечно, переживаю, потому что вряд ли американский президент устоял бы, увидев ее. А поскольку он русского языка... Она зато устоит. Она? Ого! Плохо вы знаете таких женщин, скажу я вам. Ну, скажу прямо плохо. Вот уж кто на Поклонской не устоит, как мне кажется. Перед Трампом? А Трамп, он же русского не понимает, поэтому у них образовалась бы, с моей точки зрения, идеальная совершенно пара. Ему, кстати, пора менять уже жену, что-то он на третьей задержался. Я думаю, что даже если бы он понимал... С того, до 70-го года рождения. Я думаю, даже если бы он понимал, он бы это все воспринял как... Нет, Поклонская, безусловно, это идеальная жена для Трампа. Вот я жалею, что я об этом сказал, пусть депутат Госдумы меня простит, потому что, кстати, у меня теперь эта мысль будет в голове. Как жить? Ну, я думаю, что... Я даже это про Трампа не написал. Мне вот сейчас пришла идея такого... Слушайте, это великолепный... Идея женить Трампа на Поклон. Слушайте, это идеально. Выдать Поклонскую, развести Трампа и выдать... Слушайте, Ярославна Королева Франции. Блин, нужно русских девушек под обернанскими президентами. Гениальная идея. То есть вы как батюшка Кшесинский. Я как батюшка Сонков. Слушайте, Дмитрий, так все-таки правда изменится ли отношение к России? Да не персоналистская структура государства Соединенных Штатов. У нас же все считают, что вот у нас как Путин чихнул, так вся Россия будет чихать. Действительно, она так чихает. Ну, мы так привыкли, да. Ельцин играет в теннис, все играют в теннис. Это дзюдо и тут дзюдо. Значит, следующий будет Глюкалова в болото бросать, и все будут Глюкалова в болото бросать. Нет, это один из вариантов устройства, но отнюдь не единственный. Например, политику внешнюю определяет Винитова на многом. Это у нас Лавров что скажет, вот он там повзмущался законом Димы Яковля, а он, короче, типа ты в шападнарная или право имеешь. Он на такой вот язык перешел. Ну, совершенно удивительно, да. Кстати, казалось бы, интеллигентный человек, и действительно интеллигентный человек, что только интеллигентный человек может ботать по фене так, что никакому уркогану, никакому кирпичу, который Малышевских, прошу прощения, Тамбовских переводил с Тамбовского языка на русский, вообще не снилось. Поэтому там, например, МИД, Foreign Office, он чрезвычайно важен, это такой независимый центр, и он ведет политику, и вот президент не может взять его и переломать. Поэтому самое главное для Трампа, это очень простая, я еще почитал комментарии, самое разумное у Навального, президент США будет проводить политику в интересах США. Мы считаем, что Россия, это вопрос номер один для США, а с какой стать? А почему не Южная Корея? Роль Южной Кореи в мировом ВВП 1,96%, роль России 1,7%, мы в мире значим меньше, чем значит Южная Корея. Больше, чем Северная, но меньше, чем Южная. Да, у нас есть атомная бомба, это абсолютно правда, но если Россия ее применит первой, причем не против даже США, Россия перестанет существовать физически, географически, и останется от Кремля одно мокрое место, это всем понятно. Правда, что останется от мира, непонятно, но понятно, что если Россия начнет первой, то от России останется мокрое место. Просто-напросто Америка, это 25% мирового ВВП, а повторяю, Россия это в 25, если не в 30 раз меньше. То есть все наши надежды на то, что теперь Америка нас будет любить. С какого дуба? Слушайте, есть страна... Народ же за трампы практически голосовал. Есть страна, которая в мировой экономике производит продукт в размере статистической погрешности. Мне об этом стыдно и больно говорить, но эта страна называется Российская Федерация, потому что я гражданин Российской Федерации. Так вот, мы статистическая погрешность с точки зрения мировой экономики. Это раз. И вот из страны есть атомная бомба, которой она грозит. Вот теперь поставьте себе на место человека, который в ближайшие 4 года будет руководить страной, которая производит 25%. В 30 раз больше экономические объемы она производит. Что вы должны делать? В экономическом плане вообще можете на Россию никого внимания не обращать. Если Россия исчезнет с карты земного шара, для Америки ничего не изменится. Потому что то, что можно взять интересного из России, например, Павел Дуров, Борис Акунин, пусть и Райд, они и так не в России уже давно. Все, что лучшее можно взять из России, это ум. Потому что Америка строится на новой экономике, экономике третьей волны, постиндустриальной информационной экономики человеческого капитала. И Америка очень успешно выкачивает мировой капитал, людской капитал из России. Тем более, что не нужно там под давлением, как в нефтяные пласты, сгонять там воду, газ или что-то еще, гидроразрывом. Не нужно выгонять людей из России. Сегодня бегут биологи, бегут химики, бегут математики, бегут физики, бегут музыканты. Бегут все, кто обладает конвертируемой профессией. Спасибо Путину. Они бегут и так. Они бегут в Западную Европу, что, считайте, та же Америка, те же одинаковые, одинаковые миры, да? Что бегут в Америку. Вот все самое ценное, Трамп, условный Трамп, да? Америка, она и так забирает из России. Всем остальным можно пренебречь. То есть, получается, что Трамп, что Клиндон, в принципе, с Америкой будет все в порядке? Отношение с Америкой определяет сегодня развитие экономики и культуры в Российской Федерации. Только и всего. Если Россия перестанет завтра кричать, что атомный пепел класса обьет наши сердца, то и изменится отношение к России. Если Россия перестанет сажать людей за то, что они вышли один раз на демонстрацию с политическим логизлуком, с одиночным пикетом, а второй раз, да? И давать им там за это срок реальный, тюремный, не перестанут относиться, как мы относимся к Саудовской Аравии, да? Где положение бабы, это первое быть в наморднике, второе на поводке. А где она может быть без намордника, без поводка, это площадка для выгула собак, да? Вот и все. Там женщина вообще никто. А Россия может поменять отношения? Ну, хороший пост. И мы к Турции сколько раз поменяли отношения? Россия, слушайте, мы обсуждали сто раз, существуют разные типы сохранения нации. Например, меняющиеся нации, это французы. Французы до 1789 года и после, до 1848 года и после, до 1812, до Наполеона, до директории и после, до 1845 года и после, до 1868 года и после. Это разные нации, просто-напросто. Россия не меняется в этом смысле последние 500 лет, но у нас другой способ самосохранения. Но в природе же есть разные способы размножения. Есть половой, есть неполовой. Там можно почкованием и так далее. А можно там корневищами и так далее, и так далее, вегетативным способом. Вот Россия избрала другой способ в условиях оккупации. Это началось с времен монголо-татарской выига, которая исчезла, но все принципы оккупационной системы сохраняются. Кремль такой же купант России. И все научились выживать. Для этого нужно прикинуться в ветушь, и принять ту форму, которая нужна. Поэтому было у нас Турция самое популярное направление. Ура, Турция друг. А я остаюсь и с тобой, родная навеки, но отдыхаю в Турции. А потом Владимир Владимирович поссорился с Эрдоганом. Мы все стали дружны, согласно соцопросам. А соцопрос просто, они не фиксируют то, что внутренне думает пластилин. Они фиксируют то, как пластилин согласился изменить свою форму, чтобы выжить. Так вот, здесь могут прийти? Конечно. Завтра обнимутся, поцелуются, и Путин же строил демократию в первую часть своего срока. Он строил либеральную американскую демократию абсолютно. Путин был такой агент Америки, агент Европы. И, кстати сказать, вот этот смешной депутат Федоров, он до сих пор на этом настаивает. Который Цоя... Который с Навальным в эфире очень смешно в свое время. Я не знаю, прошел в новую думу или нет. Но вот он же в прямую говорил, что Путин он заложник американской системы. Я просто цитирую его слова, я так не считаю. Но первая часть первого срока Владимир Путин, он был таким проводником абсолютно западных либеральных идей. Поэтому, если это было... Но если обнимутся, поцелуются, это же хорошо. Сейчас он не может. Санкциями... Нет, сейчас нет. Сейчас не может. Она, оказывается, Украина, придется отвечать. А может быть, поменять ориентир. Вообще, вот предложение запретить въезд мусульманам в США, оно исчезло перед выборами буквально, а сейчас опять появилось. Ну, господи, ну, количество дуростей, которые говорит Трамп, соответствует количеству дуростей, которые говорил президент, кстати, избиравшийся на два срока подряд, Джордж Буш-младший. Ну, что я могу поделать? Америка – великая страна, вовсе не потому, что дураки приходят к власти. Америка – великая страна, потому что, несмотря на дураков, пришедших к власти, она все успешнее и успешнее развивается. Вы понимаете, наличие, развитие Кремниевой долины, кстати, прибуще там все это началось, или Стэнфордского университета, зависит вовсе не от этого. И он сейчас читал лекцию в Москве про книжку добычи Даниэла Ергина «История нефти за последние 150 лет» и «История мира за последние 150 лет через нефть». И вы понимаете, вот был Рокфеллер, он полмиллиарда долларов в ценах 19-го века, рубежа веков 19-го, 20-го, выделил на Чикагский университет. От кого зависит развитие науки? От протестанта Рокфеллера. Оно не зависит от того, будет Трамп или Буш, или Обама, или Клинтон, или жена Обама. Я могу быть неплохим президентом США. Я вас уверяю, по крайней мере, Америка в депрессию не ведет. Как жалко, что за меня нельзя голосовать. Господи, мой акцент... Подождите, там же можно было... ...my accent will be so funny, so quirky for most of the Americans, so be sure. На чего, может быть, вы станете президентом России? Ну, такое возможно. Про Куапан сегодня любой... Кстати, мы же когда говорим... Понимаете, вот когда говорят, кто, если не Путин? Это на самом деле считать страну, стоящую из 146 миллионов дураков. Кто, если... Да любой, хоть вы или я. Кто, если не Путин? Нечалья придет к микрофону, пусть будет нечалья президентом России. А он, кстати, из Америки вернется. Вот, он, видимо, уже готовится. Вот и поговорим. Дмитрий Губин был сегодня в программе «Особое мнение». Спасибо. Вы слушали программу «Особое мнение». «Особое мнение» «Особое мнение». Продолжение следует...